Дорогие друзья, рады нас приветствовать в нашем традиционном интернет-канале компании Универ Капитал с нашим дельным обзором основных тенденций и новостей. В целом ситуация на рынках очень хорошая, необычайно хорошая. Рискованные активы растут, статистика выходит великолепно уже третий месяц. Самые радужные ожидания. Трамп обещал феноменальное снижение налогов, что пока еще не совсем понятно, точнее есть разные слухи, но конкретики пока не очень много. У нас уже имеется ряд пропорционистских мер, направленных в пользу Америки, прежде чем против Мексики. То есть со всех сторон, как ни поглядишь, ситуация идет либо хорошо, либо очень хорошо. У нас акции обновили новые максимумы, в мире, конечно, не наш Майсикс. У нас все время все что-то особенное происходит. Также подрастает Европа, Китай, выросли большинство развивающихся стран. Все это говорит о том, что сейчас вряд ли какие-то плохие времена, несмотря на то, что время от времени выходят какие-то асимметические прогнозы от достаточно серьезных структур. Например, есть Еврокомиссия, говорят, что у нас очень плохая ситуация на грани краха. Какие-нибудь бывшие отставники из топ-менеджеров инвестбанков тоже говорят, что у нас постоянно какие-то проблемы. Если мы посмотрим на графики и на реальность, на статистику нет, ситуация прекрасная. Это классическое время быков. Более того, темпы сейчас ускоряются, то есть ситуация потихоньку из-за уверенного хорошего роста переходит к какой-то стане безумия. После безумия уже обычно происходит какие-то обвалы, когда начинают какие-то циклопедические проекты, какие-нибудь небоскребы колоссальные строятся, какие-нибудь мосты, какие-нибудь дороги. Вот это уже стоит предпоследовать какого-то серьезного обвала. В настоящее время такой ситуации нет, по всем направлениям у нас хорошие результаты, поэтому даже, честно говоря, особо на это разговаривать не хочется. Более интересной, мне кажется, темой сейчас является, это та же самая американская политика, которая до сих пор неистна для многих игроков, и прежде всего встреча Трампа с японским премьером Абе. Значит, здесь есть очень много интересных замечаний. Если мы вспомним предвыборное обещание Трампа, то было три основных важных сегмента. Это протекционизм, по большому счету уже часть решения прошло, и более-менее понятно, что делать. И было два направления, это налоги, и также еще у нас имелось какие-то инфраструктурные проекты. Значит, по поводу двух дальних направлений пока конкретики нет, как я уже говорил, но зато вот на прошлой неделе стояла встреча Трампа, достаточно рядовая, с представителями авиационной отрасли, где он намекнул, что будет просто феноменальнейший проект, который позволит произойти какие-то просто революцию во всем мире, и в Америке в том числе, и выведет Америку на какие-то сияющие вершины. Поскольку опять конкретики не было, почему будут быть рынки, не очень понятно, то есть мне кажется, это продолжение общей тенденции на рынках, а не столько влияния Трампского. Но ходят слухи о том, что действительно у нас будут достаточно сильные сокращения налогов, прежде всего у нас будут введены налоги на экспорт, это разновидность протекционизма, налоги на импорт, которые будут ворваться в сторону Америки. И здесь, значит, возникает вопрос, против каких стран прежде всего это будет направлено. Если мы посмотрим на сухую статистику, то самый большой торговый дефицит в Америке с Китаем, там порядка 50 миллиардов ежемесячно происходит, а соответственно порядка 60 миллиардов может набежать за год. Но как раз китайская тема времена проходят какие-то такие небольшие фразы, но пока очень все глухо, там еще неизвестно, кто кого еще накажет. Потому что по большому счету в Америке нечем заменить китайскую продукцию по большому количеству индуклатуры, поэтому здесь все очень глухо. Следующая, имеется группа из трех стран безнравнооценных, это Япония, это Европа и это Мексика. Значит, с Европы были попытки отжать по поводу НАТО, но Трампу уже объяснили, что он не прав. Он согласился, с НАТО уже идет разговор о необходимости, даже наоборот собирается что-то размещать в бреде России. То есть ситуация о том, что некое оживление, надежды были, что с Трампом хорошие будут отношения, пока развивается по наихудшему сценарию для России, что собственно является одним из признаков, один из причин, почему российские фондовые индексы на этом всеобщем эйфории во всем мире ведут себя хуже всех. Значит, что делать теперь с Мексикой? Ну, Мексику как раз она политически слаба, с ней отмутузили как только можно. Там и обещали стенку, обещали и налоги, там и какие-то волнения даже проходили в Мексике, непонятно кем организованные. В общем, с Мексикой все понятно. А вот Япония, это вот страна, которая достаточно своеобразная в этом, и поэтому разговоры, переговоры с Абе, они были очень важны. Значит, прежде всего хочу предысторию сказать. Значит, за две недели до избрания Абе приезжал в Нью-Йорк, где совершил просто невыпиющую для того, по дипломат, такого уровня ошибку, он умудрился не встретиться с Трампом, просто проигнорировал. При этом встретился с Клинтон, отдавал там реверансы с мелкими какими-то политиками. Но после этого как-то трудно было. Тем не менее, первой заграничной поездкой Трампа стала именно поездка в Японию. Тогда еще много, чуть ли не это, через несколько дней после избрания. Говорили, о чем непонятно, 90 минут, сообщений никаких нет. Причем в переговорах участвовала его дочь Иванка с ее мужем. То есть такой полусемейный такой этот. Есть подозрения, что особо ни о чем не договорились, кроме того, что продолжать разговоры дальше. Но в этой ситуации визит Абе, который имел плохие отношения с Трампом, и который придает ей такая большая важность, вызывает, конечно, большой интерес. Япония рассматривалась, Америка, еще с концом Второй мировой войны, как неподопляемый авианосец, прежде всего, который будет проецировать силу Америки на всю округу, а прежде всего на Китае. Настоящая революционная ситуация такая, что в Японии практически безвыходная ситуация. У нее колоссальнейшее население, зажатое на скалистых островах, в общем, плохо пригодных для проживания, кроме небольшой территории. У них имеются большие проблемы с обеспечением ресурсами, у них имеется жутко ненавидящий их Китай, который приводит к населению в 14 раз больше. Военные силы тоже несоизмеримы. У них имеется также, которые ненавидят их Южная Корея, не говоря уже про Северную. С Россией там всегда проблемы, то есть выгоды от того, что если не подцапываться, никакой. А если там ущерб, может быть просто колоссальный. По большому счету, Япония находится в каком-то жутком тупике. Это причем касается не только экономики. Это у нее одно из самых старых населений в мире. У нее имеется большой износ фондов, у нее имеются проблемы с управлением. В общем, там очень большое количество проблем, и там не видно никаких перспектив. При этом Япония является одной из самых богатых стран в мире. Она является одним из крупнейших ростовщиков мира. У нее кругом еще в 80-х годах политика экспорта капитала привела к тому, что у нее большое количество предприятий, прибыльных предприятий по всему миру, которые постоянно приносят дивиденды. Поэтому у нее даже при отрицательном торговом балансе, после того, как прошла авария на Фукусиме, у нее был устойчив положительный платежный баланс, что, собственно, является причиной силы иены. Какие были разговоры? Трамп хотел, прежде всего, чтобы прекратить засилие японских автомобильных компаний, которые являются резидентами Америки и тем самым легально отжимают американские рабочие места. У них имеется проблема с, как вести себя дальше в военно-политическом союзе после того, как Америка отказалась от этих хрианского сотружества, после того, как Обама перестал быть президентом. Есть также проблемы у нее с нафтой. В общем, очень много проблем. Соответственно, переговоры, которые шли, должны были, с одной стороны, пройти однозначно. То есть Америка давит и получает от Японии все, что нужно. По предварительным разговорам, были получены следующие результаты, что Япония обязуется инвестировать в Америку порядка 450 миллиардов долларов. Причем, есть подозрение, что большая часть уже в Америке находится, то есть, грубо говоря, их одевать-то некуда. То есть, где-то таких стран в мире, которые станут такую сумму переварить безболезненно. То есть, мало стран таких. Более того, эти инвестиции должны дать какое-то очень большое количество, чуть ли не до полумиллиона, там разные цифры гуляют, до миллиона новых рабочих мест, что также идет в пользу США. Переговоры проходили в крайне доброжелательной атмосфере, никаких взаимных упреков. И, по всей видимости, главным итогом разговоров является то, что Трамп решил свою главную проблему. Ввиду своих напряженных отношений как с европейской аристократией, так и с ФРС, у него очень слабы были финансовые показатели. Местные производители, они скорее не финансисты. И договоренности с Японией, которые позволят им получить достаточно большой кусок финансов, ликвидных финансов, и тем самым резко укрепить свою власть. Создание такого союза позволит по-прежнему контролировать Дальний Восток Америки. В частности, создать большое количество проблем для Китая. Изменения очень геополитические и долгосрочные. Если они действительно подтвердятся, то это будет действительно один из стержней новой геополитики. И, соответственно, за Японию в ближайшее время особенно не стоит волноваться. Но во всем остальном, как я уже говорил, там новостей пока не очень много. Все развивается своим чередом. Считают, что у нас будет хороший отчет, следующий за четвертый квартал компании. Что у нас будет, ПНЕ будет изменяться слабо, несмотря на рост цен. То есть, пока я не вижу тучек на горизонте существенных. Если не появятся, то это уже будет тема следующих наших обзоров. Большое спасибо за внимание. Ставьте нам лайки, не забывайте.